На Гомичине завершено удокладнение списов выборщиков. Таким чином, удел у выборчай кампании смогут принять крыху больше 1 миллион 100 тысяч человек. 67 кандидатов, им необходимо выбрать 17 депутатов Палаты представленников Национального схода Республики Беларусь. Для претендентов на депутатские мандаты зараз бадай самый напруженный период агитационной кампании, причем подчас гэтых парламентских выборов перевага отдается особистам с устречем с населенцем по месту работы и жахарством. Что отлично уличных пикетов, то их не вельми шмат. За того ж, и активность претендентов так само не однольковая. 16 из них навык не зарегистровали инициативные группы, что снижая шансы на перемогу. А прочитывая больше 40% кандидатов вырошили не створать властные выборщие фонды, за яких можно финансовать такие расходы, як, например, аренда помешканев, и заказ додатковых артыклов у сродках массовой информации. А вось, что отлично членов выборчих комиссий, то зимы провели специальные тренинги, на яких не только выучали законодавство, а и угольнявой форме разледили усе ситуации, якие могут возникнуть подчас выборчей кампании. Практически мы моделируем все ситуации. Это очень эффективно, подчеркиваю. И нынешняя практика подтвердила, что это очень интересно для людей. Ведь у нас в комиссиях работает много людей, которые уже участвовали в проведении выборов, но есть люди, которые новые, может быть, с тем, которым незнакомы эти моменты. Вот это все у них вселяет уверенность в их действиях, в грамотности, правильности принимаемых решений. С 26-го жнивня члены комиссии почали дежурство на участках. У будние дни с 17 до 19 годин, у субботу с 12 до 14, в этот час можно ознайомиться со списами выборчиков, а так само с информацией об кандидатах. Для детерминового голосования на большейся участках отведены особные покои, где уже зараз все практически готово для проведения выборов, включающие специальные трафареты для людей с ослабленным зроком. Тым, кто мая потреба у допомоги, обицаюць увогу ли удалить повышенную увагу. Как чекается, непосредственно подчас голосования на участках будут працавать волонтеры, задача яких – допомоги состарелым людям и инвалидам. На 16-м участку Гомельской центральной выборчай округи отдать свой голос смогут 1817 человек, самому старейшему, за яких 94 годы. При наявности ответственных заяв 11 вересня члены комиссии приедут до выборчика до дому. А для шмот, кто навод состарелых, мая намер прийти на участок самостоянно. Когда мы ходили по домам проверять списки избирателей, вы знаете, что многие наши гомельчане настроены приходить на выборы. Действительно. И у нас есть очень такая замечательная семья. И с 28-го года рождения муж и жена, которые действительно приходят каждый год самостоятельно на избирательный наш участок. И активно принимают участие в голосовании. Потому что я считаю, что это долг каждого гражданина Республики Беларусь прийти и проголосовать за своего кандидата.